Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о суровых китайцах и почти роторной мазде. Китайцы очень забавные ребята. Мы тысячу раз слышали, а чаще видели, что копировать они могут все что угодно. Но нам ближе автомобильная тема, поэтому об этом и поговорим. Китайский автопром начал свою бурную деятельность с того, что срисовал популярные автомобили и начал выпускать их копии, порой весьма плохого качества. Все крупнейшие автомобильные выставки представляли собой нашествие людей с линейками и фотокамерами, которые обмеряли и снимали каждый сантиметр какой-нибудь яркой новинки. Подобная практика есть и сейчас, но подобные случаи встречаются все реже. Производители оригинальных автомобилей, конечно, возмущаются и подают в суд. В китайский суд, который в 99% случаев встает на сторону местного производителя. Парадокс, но некоторые китайские бренды тоже подают в суд на международные компании. Точнее, собираются. У известного бренда Cherry есть электромобиль EQ, который производится уже пару лет и продается в Поднебесном. И надо же такому случиться, что Mercedes придумал назвать свой электромобильный суббренд точно так же. Китайцы возмутились и потребовали переименовать немецкую продукцию на рынке Поднебесной. В противном случае немцев ждет суд, который, как мы уже знаем, за своих стоит горой. Да здравствует китайский суд, самый справедливый суд в мире. Компания Mazda была единственным массовым производителем автомобилей с роторными моторами. Последней такой моделью стала купе RX-8, ушедшая на пенсию несколько лет назад. Поклонники марки и журналисты постоянно задавали японцам один и тот же вопрос. Когда? Когда мы опять увидим роторно-поршневые Mazda? Представители компании отвечали, что сейчас на это нет времени, денег, возможностей. Да и вообще, у нас теперь есть SkyActiv, его и любите. Нет, мы его, конечно, любим, но все же когда? Скоро. Правда, ротор станет частью энергоустановки будущей гибридной модели компании. Двигатель будет раскручивать генератор, когда нужно. Он, в свою очередь, будет приводить в движение электромоторы на колесах. Пусть даже в таком виде, но дело Ванкеля живет и будет жить. Это была «Территория машин». Не забывайте пристегиваться.